Прививка. На прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас. Я прививки не боюсь. Если надо, уколюсь. Большинство людей прививок, как и герой советского мультфильма, не боятся. Но и это надо признать, некоторые их просто не признают. Почему ответ у каждого свой, но пандемия коронавируса внесла свои корректировки в людское сознание. Боясь жестких последствий коварной инфекции, люди защищали себя и прививались. Сейчас эпидемиологическая ситуация на Вречене стабильна. Но расслабляться все равно не стоит. Все равно вирус никуда не ушел. Вирус продолжает циркулировать. Но не нужно забывать, что впереди у нас сентябрь, что у нас возобновляется учебный процесс. Дети идут в школу, а это тот период, когда у нас начинает расти заболеваемость острыми респираторными инфекциями. И у нас со второй декады сентября уже идет рост заболеваемости. Сделать прививку сегодня значит обезопасить себя от заболевания вирусом завтра. Будь то корона или сезонный грипп, так считают медики. Многие брещане также настроены на то, чтобы сделать прививки. Уже есть наработанный положительный опыт. Бустерная прививка сегодня в ходу. Вакцинация для меня это прежде всего предохранение от заболевания. Все-таки надо, надо это все. Я считаю, что обязательно вакцинироваться надо, чтобы побыстрее избавиться от этого вируса. Не нужна. Почему? Обоснуйте. Вакцинация это прежде всего профилактическая мера. Вы никогда не будете вакцинироваться? Смотря у кого какой иммунитет, я не буду. Некоторые боятся. Я болела постоянно, поэтому я не сделала. Мне нельзя было делать. Поэтому я не сделала. Муж сделала и дочь сделала. У нас в семье все сделали. Ну конечно я и от вирусов тоже я себе делала прививку. И от короны я себе делала прививку через каждых полгода. Смотря с какой точки зрения. Ну с какой точки зрения? Ну если с медицинской точки зрения брать, то мне кажется я бы сделал. Если бы медиком или какой-то важной профессией занимался. В общественных местах был. А с другой точки зрения? Вторая точка зрения? Ну тут смотря, ну у каждого человека есть свое мнение. Кто-то захочет делать вакцинацию, кто-то не захочет. Ну я бы сделал. А в твоей семье делают? Да. Сегодня в Брестских поликлиниках три вида вакцины от коронавируса. Российский спутник Лайт и Гамб Ковид Вак и китайская Вероцел. Пройдя минимальный курс обследования у терапевта, вы получаете разрешение на прививку. На каждом участке общеврачебной практики разработан план бустерной вакцинации. Согласно этому плану бустерной вакцинации, каждая медицинская сестра общеврачебной практики осуществляет приглашение пациентов на вакцинацию. Приглашение пациентов осуществляется как посредством телефонной связи, СМС-оповещения и активного приглашения посредством патронажей. Конечно, у каждого человека свое мнение по поводу вакцинации, свое мнение по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции. Но надо отметить, что население нашей поликлиники активно приходит для проведения бустерной вакцинации против коронавирусной инфекции. Сегодня медицинские учреждения активно готовятся к вакцинации против гриппа. Выделены средства на приобретение уже всем знакомы и положительно зарекомендовавшей себя вакцины Гриппол+. Вакцинация возможна против гриппа, только против гриппа, возможно совмещение двух прививок против гриппа и против коронавирусной инфекции. Но то, что прививаться нужно, защитить себя, если предоставляется такая возможность государством бесплатно, медики советуют и настоятельно рекомендуют. В этом году возможность привиться будет предоставлена всем желающим и отнестись к вакцинации следует очень серьезно, особенно пациентам с отягощенным анамнезом. Это пациенты, которые имеют какие-то хронические заболевания, у которых заболевание, инфекция спровоцирует утяжеление течения основного заболевания, высокие риски развития осложнений, развития неблагоприятных исходов. Поэтому этим пациентам в первую очередь рекомендуется вакцинация как против коронавирусной инфекции, так и против гриппа. Также рекомендуется вакцинация в первую очередь работающего населения, у которых по роду своей профессиональной деятельности большой круг профессиональных контактов, у которых высокая вероятность тоже встретить возбудителя и заболеть. Так что не откладывая дело в долгий ящик, идите и прививайтесь. Лечиться в наши дни гораздо дороже. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Истина неоспоримая. Продолжение следует...